всем привет продолжаем тестировать кершов блюр и вот эта проверка на древесине на самом деле вызывает у меня наибольшее опасение потому что я совершенно не знаю как в конце концов поведет себя вот этот очень тонко сведенный клинок напоминаю что сведение здесь всего лишь 0,3 миллиметра нож довольно острый сразу скажу что он не идеально острый потому что после тестирования на картоне он прилично затупился получил некоторые замены скольчики а восстанавливать такую с разную режущую кромку на пасти это довольно непростая и трудоемкая задача на древесине на самом деле будут проверяться совсем другие характеристики этого ножа рано я одел перчатку эргономика прочность этой вот конструкции вот на этом мы сейчас и посмотрим запускаем время как обычно начинаю без перчатки так ну что с фокусом но не сказал бы я что очень бодро он врезается в древесину на минает рукоят . очень сильно но тем не менее несколько хороших щепок все-таки мне удалось вырвать теперь давайте поработаем вот так вот это s-образная режущая кромка и нужно прям вот так вот резать нельзя давить спуски здесь не позволяют давить и рукоятка не позволяет поэтому будем резать почему именно почему-то именно вот работаем на себя мне как-то гораздо удобней так вот и так клиночек держится это меня отдельно радует осталось еще чуть-чуть оба время 252 я думаю смело можно закинуть секунд 25 наверно на разговоры на одевание перчатки как-то неожиданно довольно неплохо отработал нож что хотелось бы отметить это то что рукоятка сильно наминает что она тонкая металлическая из анодированного алюминия и вот этот вот горб этот вот горб очень и очень сильно будет наминать это особенность всех ножей у которых есть такой вот горб как-нибудь я отдельно поговорю о эргономике в общем такие дела очень-очень неплохо он порезал деревьяху прям прям красавица за точечка за точка такая же немножко махристый край но абсолютно нормально режет даже с вывертами честно сказать даже не даже я не ожидал что он управится настолько быстро молодчина ну что ж запишем очередной рассказать плюс по работе этому ложу ну такой половинку минуса как по эргономике все такие просто в руке руке мне постоянно нужно было как-то подстраиваться под него все надеюсь вам было интересно спасибо за просмотр пока бай-бай